По поводу дорог Москвы и пробок. Это большая извечная проблема. Простыми способами ее никак не решить. Причин ее много. Ну, начнем с того, что на сегодняшний день от среднеевропейского уровня количество автомобилей в Москве должно увеличиться еще на 40%. То есть, если мы подойдем на количество автомобилей на душу населения, то у нас еще в Москве есть большой рост. Как вы видите, что уже в Москве практически часто бывает транспортный коллапс. Это 9-ти бальные пробки, когда все стоит практически. Причин тому много. Начиная от того, что у нас каждый участок дороги ремонтируют каждый год. Это схема откатов и зарабатывания денег, когда какой-то кусок трассы у нас, шоссе, постоянно ремонтируется. Варшавское шоссе, сколько я по нему езжу, столько там и ремонтов идет. Далее, ну, объективно Москва проектировалась не под такое количество машин. Сколько бы они ее не расширяли, это ничего не дает. Парковок практически нет. У меня в район, если приехать после 11 вечера, приходится парковаться где-нибудь в неположенном месте, там, тротуар или газон, 20-30 минут ходьбы пешком от дома. То есть даже газоны все заставлены. И по этой ситуации, что больше всего вызывает гнев у москвичей, это, естественно, выделенные полосы и мигалки. Потому что выделенные полосы, которые сейчас делали общественного транспорта, это фактически такая же лазейка спецполос для чиновников. То есть явно они думали там не столько о москвичах, сколько о выделенных этих полосах, где будут ездить те же чиновники. Ни для кого не секрет, что есть большой список номеров, на которые штрафы с этих камер не приходят. То есть все спецномера или косвенно даже спецномера, которые к этому относятся. Конечно, это вызывает раздражение у москвичей. Продолжение следует...